если вы решили поставить септик вам нужно ответить для себя на ряд вопросов первое это какой у меня уровень грунтовых вод какие у меня грунты и если у меня возможность организовать поле фильтрации потому что зачастую люди считают что можно закопать колодец из бетонных колец это площадь фильтрации 0 7 квадратных метра и спокойно пользоваться нет чем больше поле фильтрации тем она дольше служит соответственно чем максимально большую площадку мы под него отведем тем меньше проблем она нам доставит в дальнейшем потому что поля фильтрации не лично их периодически приходится перекапывать с заменой грунта как понять возможно ли у нас поле фильтрации один из самых простых способов это взять лопату выкопать яму где-то на метр-полтора и наливать в нее воду если вода уходит мы доливаем смотрим и в дальнейшем считаем сколько воды у нас ушло какая площадь у нас была задействована исходя из этого мы уже можем посчитать свое суточное водопотребление и площадь которая потребуется под поле фильтрации часто возникает вопрос чем отличается станция биологической очистки от септика в первую очередь отличие в качестве очистки классический септик это гравитационный отстойник в котором стоки предварительно отстаивается и на выходе мы имеем воду очищенную на 50 60 процентов в которой должны отсутствовать вешенные вещества она более-менее осветленная но при сбросе на открытый грунт либо в канаву это вода будет пахнуть если мы будем сбрасывать в канаву то при накоплении это будет достаточно такой серьезный источник запаха что часто происходит когда люди качают воду из бетонных колец и септиков канаву потому что неправильный выбор то есть поле фильтрации не работает вода не уходит пользоваться канализации надо люди качают в канаву станция биологической очистки дает максимальное качество до 98 процентов за счет развития там колонии активного ила активные это комплекс микроорганизмов порядка 300 400 различных видов которые развиваются в станции за счет подачи туда кислорода при контакте с активным илом сток очищается за пару часов часто спрашивают можно ли использовать воду после станции биологической очистки для полива газонов например в принципе это возможно но когда продавцы станции говорят да конечно возможно поливайте не учитывают ряд определенных сложностей во первых сток станцию поступает как правило утром и вечером когда люди в основном пользуются водой то есть для того чтобы организовать вот полив этой водой нужно каким где-то закопать бочку где эта вода будет храниться учитывать также надо что у нас и так с неба достаточно неплохо поливает то есть но это достаточно сложно для реализации поэтому этот вариант как способ утилизации воды рассматривать не стоит как определить в пользу чего сделать вам выбор в пользу септика или станции биологической очистки несомненно септик это достаточно простое устройство которое не требует обслуживания абсолютно спокойно относится к бытовой химии к бытовому мусору и это хорошее решение но нужен определенный ряд условий которые позволят вам нормально пользоваться канализацией то есть этот низкий уровень грунтовых вод подходящие грунты песок супесь тогда мы можем абсолютно спокойно организовать поставить септик организовать поле фильтрации либо фильтрационный колодец и пользоваться канализацией один из частых вопросов ведет ли к потере гарантии самостоятельная установка на самом деле нет что мы рекомендуем это делать полный фотоотчет при монтаже о том что у нас есть песчаная подушка под основанием о том что станция обсыпана песком что у нас правильно подключены электрическая паровода при этом гарантия производителя для вас будет сохранена специальных знаний для самостоятельной установки очистного сооружения как правило не требуется в большинстве случаев подробная инструкция по установке присутствует в паспорте изделия поэтому при соблюдении условий и должном упорстве можно вполне спокойно установить станцию самостоятельно для нормальной работы станции важно чтобы температура внутри не опускалась ниже плюс 12 если температура ниже активный ил начинает гибнуть и качество очистки резко падает поэтому станции рекомендуется утеплять рекомендуется использовать пенополистирол поскольку он в отличие от пенопласта практически не впитывает влагу и сохраняет свои свойства в земле станция биологической очистки очень много и все они между собой чем-то отличаются поэтому рекомендую прежде чем что-то купить тщательно проанализировать какое обслуживание как часто проводится обслуживание можете ли вы делать это обслуживание самостоятельно поскольку если вы не готовы это делать вам возможно придется платить от 12 до 18 тысяч в год за то что к вам будет приезжать специалист при выборе станции как правило нужно ориентироваться на количество либо постоянно проживающих либо количество человек которые регулярно приезжают в загородный дом на выходные также существует такой параметр немаловажный как залповый сброс здесь нужно также отталкиваться от количества проживающих от количества санких приборов ну и в каком-то смысле от традиции водопотребления то есть как много времени вы проводите в душе какого размера у вас ванной стоит ли у вас джакузи то есть такие факторы в прошлом нашем сюжете мы рассказывали о выборе очистного сооружения для загородного дома и у зрителей остались некоторые вопросы на которые мы не ответили в частности чем был обусловлен выбор именно такого очистного сооружения необычного септика здесь мы также устанавливаем станцию глубокой биологической очистки это связано с тем что достаточно близко расположена скважина и и заказчик захотел максимально высоко очистить воду прежде чем отправлять ее на почвенную фильтрацию преимущество данного очистного сооружения в том что оно несмотря на то что рассчитано на проживание постоянно двух-трех человек оно позволяет принять достаточно большой залповый сброс то есть спокойно переживает залповый сброс до 350 литров то есть если приезжают гости никаких катастрофических последствий для качества очистки не будет к прошлому видео остался вопрос про 98 процентов очистки для чего это нужно почему именно 98 требования наших нормативов таковы что меньше 98 процентов указать невозможно и станция в принципе способна очистить воду на 98 процентов при условии что будет соблюдаться ряд условий то есть это постоянное проживание состав стоков и постоянное наличие электричества плюс определенные требования бытовой химии то есть запрещены антибактериальные препараты запрещен слив с фильтр промывки от систем водоочистки таким образом 98 процентов нужно для того чтобы воду можно было сравнительно безопасно отправить в канал в какой-либо водный объект либо если у нас достаточно близко расположены колодцы скважины какие-либо источники водоснабжения чтобы максимально очистили воду перед тем как отправить ее в грунт на почвенную фильтрацию тем самым снизив какие-то возможности негативных последствий для источников водоснабжения если вам понравился ролик подпишитесь на наш канал и не забудьте нажать лайк если не согласны с тем о чем здесь говорилось дизлайк и мы всегда рады обоснованным комментариям знать ваше мнение важно для нас